черт 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 так 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 уже скоро так быстрее так быстро 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 1 через две минуты так быстро google google 30 сек осталось быстрее быстрее так вроде не опоздал да так ребят нормально да все нормально так сейчас секунду все давайте поехали чего тянуть то звук камера мотор пишем и всем алухам с вами как всегда лёха сегодня будет достаточно интересный ролик я решил напомнить всем и кратко показать самые лучшие индустриальные моды прошедшего десятилетия это видео первая часть в которой расскажу о самых первых модах которые скажем так стали прародителями всех индустриальных сборок и данного направления модификации в целом некоторые из них перестали обновляться некоторые переработали другие разработчики а есть те которые остались на старых версиях и не обновляются до новейших хотя продолжают поддерживаться ну что ж не забудьте поставить лайк и подписаться на канал мы начинаем и первый в моем списке билд крафт на момент записи видео мод доступен еще только на старые версии майнкрафта но разработчики сообщают что портирование на новейшую версию майнкрафт 1 16 уже началось я думаю про билд крафт не нужно много рассказывать ведь о нем знают все хотя все же напомню в игру добавятся трубы с помощью которых вы сможете перемещать любые предметы из или в сундуки и другие блоки с инвентарем трубы бывают разные они различаются функциями и скоростью передачи предметов например деревянные трубы понадобятся чтобы доставать предметы из блока с инвентарем а золотые просто перемещают их но с высокой скоростью в отличие от обычных каменных кроме предметных труб есть жидкостные с их помощью вы можете передавать лаву воду или нефть которая теперь генерируется в мире нефть можно перерабатывать в бензин, которым питаются некоторые движки, вырабатывающие энергию. Движки также бывают разные, от обычных деревянных или каменных, работающих на угле, до бензиновых. Саму энергию можно тратить, к примеру, для питания карьера, который может выкапывать большие объемы, а его скорость зависит от того, как много энергии он получает в один игровой тик. Также для передачи энергии существуют специальные энергетические трубы. Да, это был один из моих первых модов. Сколько же приятных и теплых воспоминаний с ним связано. Для билдкрафта существует много разных аддонов, которые значительно расширяют возможности модов. Один из них Logistic Pipes. Данный мод не очень запомнился, так как это был первый мой мод, с помощью которого можно было создать крутую систему хранения и полного автокрафта, всего что угодно. Да, то, во что сейчас превратился мод, это далеко не то, во что я играл 6 лет назад. Но я думаю, что это только к лучшему. Само собой, я не мог не упомянуть, наверное, самый популярный мод – Industrial Craft 2. Его первые версии еще выходили аж на бета Майнкрафт 1.3. Это был мой самый первый мод, с которым я играл, еще на версии 1.2.5. Вкратце, мод добавляет различные механизмы, например, дробитель, компрессор и другие, которые питаются от электричества. Электричество, в свою очередь, можно получить разными способами – с помощью угольного или лавового генератора. А если вы любите планету, используйте солнечные панели или ветрогенераторы. Ну или рискните и поставьте ядерный реактор. Главное, следите за ним очень внимательно, иначе от вашей базы ничего не останется. Кроме механизмов, в мир добавляется руда – медная, оловянная и урановая. Все они необходимы для крафтов. А чтобы быстрее их добывать, скрафтите себе электрический бур. Ну и, конечно, достигните вершины технического прогресса, создав квантовую броню. Эх, сейчас бы окунуться в этот технологический мир… Хм… Я даже знаю, где это можно сделать. На серверах CoreCraft. Именно здесь вы сможете поиграть с модом Industrial Craft и другими техническими модами. Да и не только техническими. Ведь на проекте не один сервер. Например, здесь есть сервер Hightech и TechnoMagic. Также есть и другие. Каждый сможет найти тот, который ему подходит больше всего. Кроме того, для более интересной игры были изменены крафты. А чтобы игроки не заскучали, на серверах проводятся различные ивенты. Также на проекте присутствуют свои модификации, которые помогут раскрыть игру еще больше и сделать ее приятной и занимательной. Ссылку на проект CoreCraft вы найдете в описании. Заходите и играйте. Для Industrial Craft также существует много аддонов. Но самый лучший и, наверное, самый сложный – это GregTech. Ох, когда я его вспоминаю, у меня сразу же начинаются панические атаки. Да, этот мод сломал психику многим, так как он нереально усложняет Майнкрафт. Особенно, если немного изменить ему конфиги. Теперь даже палки вы не сможете просто так скрафтить. Для всего будут нужны свои инструменты и механизмы. Также добавляется множество дорогостоящих многоблочных структур. Например, турбины для пара, доменные печи и другие, крафт которых вы будете собирать неделями. Еще добавляется множество химических элементов. Да что уж там, вся таблица Менделеева. Короче говоря, про GregTech можно рассказывать часами и даже днями. Но для меня он остается лучшим индустриальным модом, в который я очень хочу поиграть, несмотря на все его сложности. А этот мод уже давно был заброшен. Примерно в 2012 году. RedPower 2. Да, такого динозавра откопал. Ну и что же это такое? По сути, это что-то между Buildcraft и Logistic Pipes. В RedPower 2 есть свои трубы, которые передают различные предметы между инвентарями. Еще есть логические блоки, которые могут забирать вещи из системы труб или наоборот, сортировать их и так далее. Все это питается своей энергией. Поэтому в моде есть провода, трансформаторы, генераторы, которые соответственно вырабатывают энергию. Кроме того, есть разнообразные логические схемы для RedStone по типу репитера, но гораздо сложнее. А еще RedStone провода, которые можно прокладывать по стенам и заматывать в разную оплетку, чтобы они не пересекались. С помощью этого можно создавать различные сложности RedStone схемы. К примеру, схема, которая следила бы за состоянием реактора из Industrialcraft 2. Еще в мире генерируются вулканы и мраморные пещеры из новых блоков, мрамора и базальта соответственно. На данный момент существует копия, точнее мод, который воссоздал оригинальный RedPower 2. Он называется Project RedBase, но и он уже не обновляется с 2019 года. И последний на сегодня, ComputerCraft. Честно, я не особо силен в данном моде, так как для него нужно знать язык программирования Луа, хоть и базово. Но даже если вы не знаете его, можно найти готовые скрипты. В интернете их полно. К великому сожалению, мод также был заброшен окончательно в 2017 году, а все исходники открыты. Сейчас есть новая версия, которая, к моему удивлению, все еще поддерживается, и даже есть на новой версии Майнкрафта 1.16. Называется этот мод ComputerCraft Twicked. Но вернемся к истокам. Что же это за мод? Он добавляет в игру различные компьютеры и экраны, а также черепах. Черепаха это подвижный компьютер, который можно улучшить с помощью инструментов и написать ему код, по которому он будет выполнять задания. Так вы можете сделать черепаху с киркой и написать код, по которому она будет копать карьер около дома, а все ресурсы складывать в сундук. Ну или черепаху лесника. Да, все что угодно. Армия таких вот компьютеров может делать все, что умеет игрок. Главное правильно запрограммировать. По сути это ваши помощники. Пока они работают, занимайтесь любыми делами. Но это еще не все, на что способен мод. Ведь есть компьютеры, которые могут отслеживать любую информацию. Вы можете написать код для автоматической перезагрузки реактора или любой другой. Однажды мы даже сделали чат на сервере через компьютер из этого мода и выводили это все на большой экран на базах. Пожалуй на сегодня все. Эх, какие же были прекрасные времена и моды, когда все начиналось. Как хорошо, что со временем моды в Майнкрафте только улучшаются и развиваются с каждым днем все больше и больше. Надеюсь я пробил некоторых из вас на ностальгию, а кто-то узнал с чего же начинались моды, которые мы видим сейчас. Как я уже сказал, это только первая часть. В следующей я расскажу вам о других замечательных индустриальных модах прошедшего десятилетия, которые мне действительно понравились. А вы не забывайте про лайки и подписку на этот и второй канал, где проходят стримы и выходят видео по другим играм. До следующего ролика!